Врач-эндокринолог – это не тот человек, который только про диабет и похудение, но это действительно основная тема, основной запрос, который мы очень часто решаем. Я думаю, что сейчас, после Нового года, тема похудения будет особенно актуальна, потому что мы все любим покушать, расслабиться на Новый год. Также, соответственно, мы сегодня с вами научимся определять, что есть просто лишние килограммы, а что есть уже патология. Потому что, грубо говоря, может быть 5-7 лишних килограмм, но не сформированные какие-то процессы в организме патологические, а может быть 1 килограмм, но мы уже находим, что эти процессы патологические начали формироваться. Также, кому это интересно, соответственно, интересные лайфхаки, как можно быстро, максимально похудеть, с пользой для здоровья, вы можете в слайде фотографировать. Сейчас этот слайд знакомства со мной, соответственно, также будет видеоблог на ютубе, я веду, уже 970 видео для вас я снял, переходите, кому интересно, ссылочку в конце там, в описании. Это мой телеграм-канал, соответственно, ВКонтакте. И самое главное, если вы хотите получить от меня бесплатную консультацию сегодня, если вы хотите получить от нас еще пачечку железа, мы будем разыгрывать, их много, мы железо принесли, БАК очень полезный, приятный. Вот, волосы, ногти, кожа, все, как вы любите, дорогие девушки. Соответственно, все это для этого, как сказала уже прекрасная Ангелина, отмечайте в Инстаграме. Ну и дальше мы листаем, соответственно. Ну, это тема нашей гормоны и похудения, сегодня мы обсуждаем. Это вот такой результат можно достичь за 10 месяцев, у меня, к сожалению, будут только мужчины, потому что девушки, которые прошли у нас до-после, но не все хотят показывать свои фотографии до, поэтому вот дают разрешение только мужчины. Можем еще посмотреть, вот, так, соответственно, уже такие вот возрастные изменения можем корректировать, тоже люди в любом возрасте худеют. Вот, и следующий тоже вариант, ну, это уже молодой достаточно мужчина, 35 лет у нас, с медицинской точки зрения, до 45 лет, молодые люди. Ну, и дальше, соответственно, первый вопрос, вот, что мы будем обсуждать, чтобы похудеть, нужен ли фитнес? Это очень частый такой, ну, задаваемый вопрос, кто-то худеет с нутрициологами, нутрициолог говорит, да вы можете не заниматься. Кто-то, соответственно, худеет с тренерами, тренера говорят, да что вам эти нутрициологи, ешьте пиццу и качайтесь, самое главное. Вот, на самом деле, и те, и другие, с какой-то точки зрения права. Можно следующий слайд? Вот, яркий пример, прямо мужчина за 8 месяцев у нас вот так похудел. Мы ему скорректировали, там были проблемы с кишечником, мы ему скорректировали микробиоту, о которой мы еще поговорим, кишечника. Но он не тренировался вообще. Вот, в чем суть? Все хорошо, но начались проблемы со спиной. Вот, и чтобы такого не было, конечно, какая-то тренировка должна быть. Как это балансировать? Это вот, в принципе, я бы сказал, правильный, грамотный баланс фитнеса, даже вот если... А мы можем вернуться визуально к предыдущему, еще предыдущему слайду. Почему я выбрал эту картинку? Это вот прям спорт, это не фитнес. Ну, я там люблю выступать по пауэр-литингу, вот засунул свою картинку. И это, ну, не совсем то, что вам нужно в плане тренировок и в плане похудения. Не нужны какие-то перегрузки. А то, как вы можете заниматься, вы можете перейти, как раз вот мне очень нравится, на контент Ангелины. И вот у нее именно такие упражнения полезные, такого общего характера укрепляющего. И это то, что нужно делать, в принципе, вот девушкам. Тот золотой баланс, середина, как можно заниматься. Да, если я не ошибаюсь, были же какие-то упражнения вот такие, я же ничего не путаю. Вот, поэтому можно посмотреть, соответственно. Ну и дальше листаем вниз. Вот, значит, еще ниже, еще, еще. Вот. И первое, о чем мы поговорим, окей, про фитнес мы обсудили, как надо примерно, как не надо. То есть, опять же, повторюсь, что там становая тяга, приседания, ну, с такой штангой, с какой-то тяжеленной. И жим лежа, они не обязательны вообще, чтобы там худеть или была здоровая спина. А вот всякие там планки, какие-то изолированные упражнения, это в целом неплохо. Но мы сегодня говорим о гормонах, мы говорим о правильном питании. И вы можете прям сфотографировать. Это основное. Это вообще основное, за чем должна каждая девушка следить, чтобы понимать. Вот сейчас у вас начались все ваши патологические явления из-за лишнего веса. Это из-за гормонов или нет? Вот смотрите. Инсулин 5 микрограмм на миллилитр. Это современная немецкая норма. Это тот, это ваш идеал, который должен быть ваш инсулин. В любую лабораторию идете и сдаете. Если инсулин у вас уже 7, 8, а то не дай бог 10 или больше, это уже состояние преддиабетическое, состояние выраженной инсулинорезистентности. Это мы лечим. Все, что ниже 10, если это 9, 8, это вы еще можете исправить сами правильным питанием. Соответственно, кому интересно, как выглядит правильное питание, это можно уже на моем YouTube-канале будет посмотреть. То же самое на глюкозу смотрим. 4 миллимоль на литр. Если глюкоза больше, если глюкоза там 5 и выше уже пошла 5, не ждем шестерки, не ждем диабета 6, это диабет. Я уже говорю о том, что когда люди приходят за 6 с глюкозой и за 10, в принципе, мы там можем подсдать еще пару анализов официально поставить на учет желающих. То есть, это второй диабет, это плохо. Поэтому глюкоза 4, 4 с какими-то копейками, ну максимум. Все остальное это патологическое состояние. Далее будем развенчивать мифы. Следующий слайд. Чем опасен инсулин выше 10 микрограмм на миллилитр? Ну это я уже повторил. То есть, это второй диабет, это инсулинорезистентность. И второй диабет, он вызывает проблемы как от зрения, так и проблемы с кожей. Могут начаться проблемы с кишечником, суставами и, в общем-то, ну что только можно не перечислить. Есть такая шутка среди студентов-медиков, что если, ну не знаете, какое заболевание другое может вызвать диабет, соответственно, называйте любое заболевание, оно любое подходит. На самом деле, огромный спектр заболеваний, которые вызывают диабет. Поэтому, вот внимательно следите, чтобы инсулин не был выше 10. Это очень важно для вашего здоровья. Особенно после праздников, если он поднимается, потому что крайне перегружается поджелудочное. Следующий. Щитовидная железа. Значит, кому интересно, просто для профилактики проверить щитовидную железу. Во-первых, вы можете сфотографировать, это расширенный список. От обычного его отличает то, что, соответственно, Т3 и Т4 должны быть свободные у нас. И селен, и йод в моче вообще никто не сдает. И принято очень пить йод. Йод входит в состав многих условно-жиросжигающих комплексов, которые можете купить. Какую-нибудь азовую не особенно у нас любят продавать. И большое количество йода может неприятности в создании щитовидной железы. И для щитовидной железы это не всегда хорошо. Как и дефицит, и профицит. Поэтому мы должны увидеть в моче, соответственно, что у нас дефицит действительно йода, что мы его должны пить. Без необходимости мы его особо не пьем. Может быть, он у вас нормальный. Или у вас недостает йод у вас в нормальном количестве, а селена нет. Соответственно, селена помогает реализовываться йодом вместе с тирозином. Но этот тирозин вы не помените так просто. Поэтому ориентируйтесь на селена, на йод, если что-то захотели самостоятельно попить. Потом, соответственно, в чем заключается такая вот как ошибка многих. Значит, здесь я пишу о том, что... Текст повествует о том наверху, что избыток териодных гормонов, он действительно может повышать сахар в крови. Но вот если это недавно начался терио-токсикоз, к примеру, у вас... Вот мы недавно с Ангелиной тоже снимали интервью, кому интересно, можете посмотреть. Вот сами заболевания щитовидной железы, это еще не равно лишний вес вот здесь и сейчас. Поэтому, если у вас лишний вес, вы должны обратиться в первую очередь в сторону инсулино-глюкозы, а не из разряда ждать, когда вы там назначили вам какие-то... Даже вы сходили к врачу-эндокринологу, особенно если это поликлиник, он дифференцированно вам лечит щитовидную железу, и вы такие, ой, я похудею завтра там когда-то. Нет, такого, к сожалению, не произойдет. Если даже териодоксикоз вызвал теперь повышение глюкозы, вот эту повышенную глюкозу нужно, соответственно, ей заниматься дифференцированно отдельно. И как бы история про щитовидную железу, это больше история про транспорт кальция там, еще каких-то веществ, но она очень-очень, конечно, нам нужна. Но это не история, что вот щитовидную железу пролечили, и это равно же сжигание. К сожалению, это не так. А можно следующий дальше слайд? Вот, значит, ну, это я просто описываю, кому интересно. Здесь есть два состояния. Соответственно, высокие гормоны щитовидной железы мы смотрим. Высокие сапры. Тут я не дописал. Значит, вот когда равно высокий сапры, еще один из причин высоких гормонов, точнее, не причин, а клинических таких симптомов, это высокий пульс, если у вас высокие гормоны щитовидной железы. И тело, конечно, здесь будет все-таки стремиться очень часто. Как бы это странно не звучало, вот при териотоксикозе у нас астеническое телосложение больше будет, несмотря на высокий саппорт. То есть щитовидная железа, она все сжигает. А при низких, соответственно, гормонах щитовидной железы, это отеки. И неважно, есть лишний вес или нет, это всегда может сопровождаться отеками. При этом девушка может быть сама худенькой, а щечки такие вот, прям, вот такие периодные. Да-да-да. И мы проверяем всегда таких девочек, соответственно. Чаще всего история заканчивается в том, что надо дать энное количество селена и надо дать энное количество йода. И дефицит проходит. Очень редко это какие-то серьезные сопутствующие заболевания. Далее. Лептин. Лептин это один из маркеров. Его нужно сдавать, если, соответственно, вы можете скачать какое-нибудь приложение, соответственно, насчитать там индекс массы тела или посчитать проще подброку. Подброку вы все помните, это рост минус 100 г. Мы считаем. Но вот когда, если идет уже превышение, действительно, массы тела, мы еще не знаем, там, мышечная какая-то еще, но хотим себя перестраховать. А вдруг это вот такой махровый какой-то диабет, затесавшийся в нашем гомеостазе. Мы смотрим лептин. Лептин это еще история про регуляцию пищевого поведения. Когда вы расстроились, вам резко захотелось поесть, да, это неважно, причем, какой вес там может быть, есть очень избыточный вес, а может быть, это еще состояние до конца не оформилось, но мы чувствуем, есть перепады, перепады в пищевом поведении. И лептин это контролирует. С одной стороны, когда он нормальный, в адекватном количестве, мы говорим о том, что он хорошо работает, и это не влияет как-то, ну, вот, сильно на пищевое поведение. Но именно когда к нему возникает резистентность к лептину, то, соответственно, он просто не срабатывает. И у нас все вот это пищевое поведение скомкивается, и вы говорите, ой, я сел на диету, доктор, я пила ваши таблетки, которые вы назначили для понижения сахара, я срываюсь, я так больше не могу. Это мы говорим о том, что, да, мы сдаем лептин и работаем с вами по линии лептина, как по линии глюкозы, ну, дифференцированно, отдельно решаем эту проблему. За неделю люди говорят, все, для меня овощи вкусные, там, супы прекрасные, и я просто обожаю брокколи какие-нибудь, и пиццу вообще меня даже не тянет ни разу. Вот. Далее. Значит, микробиота тонкого кишечника. Ну, это вообще наше все. Я микробиоту презентую не только как избавление от лишнего веса, но и как дополнительный источник, соответственно, энергии, сил, и это очень сильно влияет на головной мозг, потому что из кишечника это усеивается все. У вас есть проблемы со спиной, скорее всего, вот эти хронические заболевания, воспалительные процессы привела в микробиоты. Постоянно ходите к стоматологу, чините какой-то карис, это микробиота, который обсеивается из кишечника. Риниты, тензениты и так далее, это микробиота, который обсеивается из кишечника. Соответственно, постоянная сонливость, проблемы с психикой, перепады серотонина, на минуточку, серотонин – это гормон, который 85% образуется в кишечнике. Соответственно, гормонотворящий орган – это кишечник. И все, и, соответственно, по этим всем причинам нужно сдавать микробиоту, даже если это какие-то психологические нарушения у нас те или иные идут. Мы чувствуем, что мы себя как-то не контролируем, немного по-другому себя чувствуем. Нарушение сна – микробиота тонкого кишечника. Когда мы выравниваем, вы видели мужчину, да, фактически, если бы он тренировался, можно было бы идеальное сухое тело сделать, если бы микробиоту настроили. Поэтому, как бы, соответственно, это очень эффективно. Анализ микробиоты по Осипову у нас обычно сдается. Кому интересно, можно добавляться. Я пришлю название анализа. Что-то я сюда не продублировал. Вот, волосы, кожи, ногти. Но это понятно. Всасываемость вообще всех микроэлементов происходит в кишечнике. Логично, нам нужно иметь здоровый кишечник. Поэтому я бы сказал, что кишечник – это не только про то, что у вас там нет диабета, там, лептина, еще что-то. Это и про то, к чему стремятся все женщины, да. Это вот именно визуальная ваша часть. Это прям крайне важно, потому что мы добавляем сюда… Ну, то есть, если вы глюкозу понизите, качество вашей кожи и волос не изменится. Вот. А это, кишечник, это уже меняет, корректирует. Ну, там следующий слайд осталось чуть-чуть у нас. А, ну, вот, соответственно, он все-таки написал, можно сфотографировать. То есть, это огромный вот такой анализ микробиоты тонкого кишечника, соответственно, но это относится к трускому на самом деле и ко всему организму. То есть, что у нас тут есть? Наверху, соответственно, у нас огромный перечень хороших-плохих микробов, условно. Дальше идут глибковые маркеры. Внизу зачесались вирусы. И помните, еще есть такая история про то, что все любят токсины выводить. И вот эти вот, как это называется, я забыла же дали. Что, антипаразит? Да, антипаразитарные марафоны. Марафон, да, когда все объединяются вместе. Вот антипаразитарные марафоны, ну, это бред бредовый, потому что мы считаем паразитами и патогенную биоту, бактериальную, мы считаем паразитами и вирусы, и грибы считаем паразитами. Это, условно, такие одноклеточные, простейшие. Есть еще сложные, многоклеточные. И там тоже их куча всяких там гельминтов разных, фиоскорид и так далее. Там бычьи цепни и что хочешь. Вот. И, соответственно, мы должны понять, померить, против кого мы воюем. Если мы будем пить очень много магния, у нас, соответственно, может вырасти, например, соответственно, даже кандиды, к примеру. Кандидосы, наверное, женщины встречали или слышали, это такая вещь распространенная. Вот. Но, с другой стороны, магний нужен там, и вы вспомните, наверняка там куча блогеров, его постоянно рекламируют, и не зря. Поэтому мы должны понять, как удерживать этот баланс, сколько сыпать магния. Может быть, сейчас мы кандидос пролечим, а он часто гнездится в кишечнике, эта история со свечами гинекологическая не работает вообще нисколько. Вот. То есть, поэтому мы должны понять, сейчас мы пациентки магния отменили, накинули что-то еще, пролечили, магния вернули, и мы постоянно в таком балансировке. Вас 10 человек. Мы сейчас у всех возьмем анализы, у всех все будет по-разному. Какой марафон? Вообще не работает марафон. Здесь, в этом данном случае, также эндотоксины, которые любят все там тоже, типа детокс-марафон. Вот детокс-марафон, соответственно, та же самая история. Тут есть эндотоксин, который извне. И, соответственно, вы можете все посмотреть, сколько у вас полазмоноген есть, токсин есть. Вот две таких, два таких показателя, которые с этим ассоциируются, в общем-то. И все, и вы знаете сами. Можно про многие показатели можно самостоятельно почитать, даже не обязательно идти к доктору. Плюс-минус у вас уже информация будет. Ну и все, мы, наверное, закругляемся. Остался заключительный слайд. Но это вот канал. Вы можете поддержать меня, автор, просто подписаться, узнать там. Там есть полная информация о Осипове, вплоть до того, что я показываю, как кандидоса обсеменяет. Видеокамера идет по кишечнику, по пищеводу. Вы можете посмотреть, как внутри все происходит. Вот эту пленку белую, кому интересно, все есть. Вот, также, соответственно, занимаюсь гормональной терапией. Есть все эта информация. Также это клиника, которая сама и у нас представлена. Вот, мы сегодня будем от нее дарить подарки. Соответственно, туда можно обращаться самостоятельно, приходить на прием. И это контакты самой клиники. Можно сфотографировать, молочные входы и прочие наши визиты, в принципе, здесь. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!